Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю Господу! Братья и сестры, всех приветствую, благословляю из города Кривого Рога и с Украины. И сегодня, утром 14 ноября, я узнал о теракте, который произошел во Франции, в Париже. И в эту ночь пролилась кровь во Франции. Исламо-фашизм поднял вновь голову и вновь полилась кровь. Это очень страшное событие. И я, как архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, выражаю сочувствие, я сочувствую французскому народу, Франции и соболезную семьям погибших, соболезную французскому народу и правительству Франции. И молюсь сегодня за Францию, молюсь сегодня за Париж, молюсь за, действительно, о духовном пробуждении и города, и всей страны. Франция также в моем сердце. Часто в молитве я молюсь за Францию пред Богом. Я лишь два раза посетил эту замечательную страну в городе Лили, быв на богослужениях, на общениях, встречах. И в самом Париже еще ни разу не был, но мечтаю увидеть этот красивый город, исторический город, лютерцию, Париж. Но, вы знаете, вот эти события, этой ночи... Вчера вечером здесь, вот в Кривом Роге, я начал семинар по истории христианства. Вот сейчас уже буквально через полчаса выезжаю, и будет продолжение этого семинара здесь, в Кривом Роге, в кинотеатре «Современник». Если вы... Ну, рекламу я уже объявление давал в соцсетях социальных. Если вы в Кривом Роге, то, пожалуйста, приходите. А в 16.00 там же в «Современнике» будет богослужение. И завтра, в воскресенье, я здесь проповедую. Так вот, и вчера начался семинар, сегодня продолжение, но вот в эту же ночь во Франции пролилась кровь. Я думаю, поэтому даже сегодня семинар начну вот именно с соболезнования французскому народу также и призову народ, собравшись здесь в Кривом Роге, молиться за Францию. Украина также истекает кровью, страдая от терроризма. И здесь, на самом деле, также люди очень болезненно переживают все это, выражаются чувства соболезнования. И вот уже даже по телевидению было показано, как множество украинцев приносят цветы к посольству Франции соболезную. Те, кто страдают сами, они больше могут переживать. Также израильтяне передавали с Иерусалима, израильтяне вообще в целом с Израиля выражают соболезнования очень активно, потому что Израиль также на своей шкуре, будем так говорить, испытывает все прелести, мнимые этого ислама, фашизма, терроризма. В Израиле это постоянно происходит. И знаете ли, и еврейский народ, если бы не Господь, не смог бы выжить просто-напросто, не в состоянии был бы выжить. Но Франция сегодняшнюю ночью испытала на себе очень мощный удар. И знаете ли, это страшно. Я молюсь о том, чтобы Господь благоставил Францию, защитил от терроризма, от ислама-фашизма, чтобы сам этот дух ислама-фашизма был поражен во имя Иисуса Христа, чтобы Господь благоставил сегодня Париж. Отец, я молю тебя, благостави Париж, благостави Францию. Господь, защити Божия от терроризма, защити Господь от ислама-фашизма, посрами всякий ислама-фашизм. Боже, пусть всякий дух уже религии, этого терроризма будет искоренен во имя Иисуса Христа. Боже, пошли духовные свои пробуждения во Францию. Пусть Париж воспрянет Господь в Евангелии Иисуса Христа. Пусть имя Иисуса воссияет и в Париже, и по всей Франции, во имя Иисуса и по всей Европе. Господь, пусть христианство будет не вчерашним днем Европы. И пусть, Господь, больше не говорят ни о Франции, ни о Европе, как о постхристианских территориях, землях. Но, Боже, пусть имя Иисуса будет прославляемо, Господь, по всей Европе. И пусть имя Иисуса воссияет в Париже и во Франции. Господь, слава Тебе, Царь Вселенной. Боже, я благодарю Тебя о духовных пробуждениях, которые были уже во Франции, Господь. Благодарю Тебя, что некогда Карл Мартелл при Пуатье остановил исламофашизм, Господь. Благодарю Тебя, Боже, о духовных пробуждениях, Господь, Боже, которые были во Франции, Боже, и о духовном пробуждении, которое сейчас да состоится. Пусть даже это происшествие, этот терроризм сейчас, который захлестнул сейчас Париж, и, Боже, просто вел просто в шок многие души, Господь, и страх, и трепет. Господи, пусть это истрезвит множество и французов, и переселенцев во Францию. Пусть, Господь, к Тебе воззовут люди, Господь, Боже. И пусть увидят разницу между действительно истиной и ложью, настоящей верой и лжерелигией. Боже всемогущий, пусть от терроризма будет Твоя святая защита, Господь, во имя Иисуса Христа. Дай покаяние тем, Господь, несчастным, что одурманены этой многовековой религиозной, ложной пропагандой, одурманены террористическим этим духом. Дай покаяние, Господь, Боже, во имя Иисуса Христа, и благостави Церкви в Париже, благостави, Господь, Христиан во Франции, Боже, и дай, Господь, им сегодня, Боже, благовествуй, благовествование Твое, Евангелие, Царство, благодать Твоя, да пребудет с нами. Аминь. Да благоставить Тебя, Господь, Париж, да благоставить Тебя, Господь, Франция, да благоставить Тебя, Господь, и сохранит тебя, да призват на Тебя, Господь, светлым лицом своим, и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь Бог благоставит всех вас, дорогие друзья. Из города Кривый Рог Сергей Журавлев, архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Киевская архиепископия. 14 ноября 2015 года. С миром Божьим. Слава Иисусу Христу. Навеки слава Богу Святому. Аминь. Слава Богу.